Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 28 апреля 2015 года. Вторник. Время 10.04. Мы с вами находимся на очередном вермиобъекте. Вот вермифабрика 500 литровая в корпусе холодильника ZIM. Вот я ее дооборудовал такими вентиляционными решетками. И задача моя нагрузить, выгрузить сюда вот это вот дебро с макулатурой и прочими остатками, которые нельзя загрузить в литровые вермисептики маленькие. Ну и вот эти две канистры здесь лежали вот таким образом наверху. Пятилитровые. Из них вода вытекла. И, как видим, вот ее набралось здесь всего литра два. Так что поливать еще и поливать. Особенно с учетом того, что вот это все я в общем-то сухим закладываю. А сверху только вот капельный полив из этих канистр. Ну и теперь уже обычным способом. Как видите, я не заморачиваюсь особо с этими решетками. Какие есть, такие и есть. Вот первые во время загрузки они нужны. Впоследствии их можно убрать. Компост уже не высыпается здесь внизу. Это я могу вам продемонстрировать наглядно. Который раз, если мы откроем вот этот нижний люк, мы с вами увидим, что этот компост вот просто лежит и никуда не высыпается. Но это следы трудов наших крыс, которые проникли вот через щель наверху, когда я не принял мер. И вот компост садящийся. Все-таки я строил дверки. Видите, что здесь крысы натворили. Но задача, чтобы нам довольно тепло. Вот и гриндаль здесь на дверках ползает. В общем, выгружаю, как обычно, с помощью вот этого картонного салка, который я сейчас здесь вставлю. И после этого установлю, налью и установлю вот эти конисты. Ну вот здесь у нас печка, там я, там вермисептик. Ну а вот это следы, черный квадрат, как говорится, следы того, что я в свое время здесь оставил на ночь вот этот кран из укрытым. И внизу там перелилось и начало гореть вне трубы вот этой. Это было в прошлом году, в феврале. Итак, приступаем к загрузке. Это вы уже видели.